Демократы Депутат Наполитана И депутат Рэй Лопес Я должна сказать Стыд и позор Оживленная дискуссия Сердце нашей демократии Это не то же самое Что использование российских выражений И ксенофобской риторики Для пиара За счет демонизации других Когда такое происходит Мы не можем молчать Особенно Особенно Когда мы слышим это От членов городского совета Почему именно глупейшие люди Всегда так уверены в своей правоте Мы позвали мэра Чтобы она помогла разобраться в этом явлении Но она не пришла Энтони Наполитана Чикагский депутат Вы только что слышали его имя от мэра Он сегодня с нами со своей точкой зрения Депутат Наполитана Спасибо большое, что пришли Она только что назвала вас расистом Тем, кто использует, цитата «расистские выражения» Что она имела в виду? Они внесли поправку в постановление города Чикаго Принятого в 1985 году Гарольдом Вашингтоном В этом постановлении были установлены некоторые условия Согласно которым наши чикагские полицейские Могли работать с федеральным правительством По делам нелегальных мигрантов Особенно тех, кто является осужденными преступниками Тех, на которых есть ордер на арест Или тех, кто внесен в базу данных членов банд Предложенная поправка убирает все это из постановления По сути, дает ключи от города всем преступникам, которые хотят сюда приехать Я с ней не согласился, потому-то я теперь и расист То есть она теперь исправляет все те беды, которые натворил знаменитый расист, черный мэр Чикаго Гарольд Вашингтон Она очевидно герой борьбы за гражданские права Как, по вашему мнению, поправка повлияет на город Чикаго, если у нее получится ее продавить? Последствия будут катастрофическими Если посмотрите на предыдущие 13 месяцев, более 4300 человек пострадали в результате стрельбы Убийств больше 800 Только в этом месяце, в январе, было более 200 угонов А теперь вы приглашаете людей, у которых в сущности есть иммунитет от преследования в Чикаго Приезжать сюда, как в тихую гавань, в убежище Потому что сотрудники полиции Чикаго теперь не могут работать с федералами Это неправильно И чтобы меня называли расистом за то, что я выступил против этого Я был сотрудником полиции Чикаго Был пожарным А теперь я депутат уже 21 год Служил честно И меня называют расистом человек, который работает в этом городе без году неделя Это позор Просто отвратительно Да, тот, кто смотрит сквозь пальцы на такое количество убийств, теперь читает вам нотации Люди бегут из Чикаго, одного из лучших городов, что у нас есть Они спасаются бегством И это ее Я бы хотел увидеть результаты переписи Проведите перепись ровно через год и посмотрите на цифры Это шокирует Всем должно быть горько на это смотреть, независимо от партии Энтони Наполитано, спасибо, что пришли к нам сегодня